Друзья, приветствую вас, с вами Акжес, вы на канале Акжес Gaming Channel. Сегодня я знакомлюсь с игрой Total War Battles Kingdom. Ну давайте начнем. Что-то фигнивый какой-то пишет, вчера запускалась, все нормально все. Субтитры сделал DimaTorzok Дамы оккупируют наши берега, пикты с севера бьют, короче, каждый день нас. Короче, нужно вооружить, восстановить войска и отбить наши поселения. Англия нуждается в управленце, чтобы сплотить людей под одним стягом и пережить эти темные времена. Ну такой произвольный период. Короче говоря, враги нападают. Нужен управленец, король, который уничтожит всех врагов государства и даст людям жить спокойно и мирно. Короче, мечта. Мечта, мечта. Так, ну вот мы на карте. Так, добро пожаловать домой. Короче говоря, он говорит, добро пожаловать домой. Я хотел бы, чтобы у нас было время, чтобы отметить ваше возвращение. Но есть серьезные, срочные дела. Короче говоря, после смерти отца и брата нам предоставляется контроль над государством. Одна из наших дамс, дамс, это может дамба, хрен его знает, не знаю, что это, поломалась прошлой осенью. И, короче, наводнение вымывают. Вода вымывает все, что осталось от города. Короче, наводнение. Залив водой. Нужно это перестроить перед реконструкцией города. Прежде чем реконструировать город, восстанавливать, нужно построить, отремонтировать дамбу. Так, выберите воду. Ну, выбрали. Так, соответственно, вот вкладка у нас. Да. Строим для этого необходимые ресурсы. Время в 7 секунд, 20 дерева и, видимо, металла 20. Строим. Так. Дамба. Так будем называть. Дамба сдержит воду. Но уровень воды очень высок. И... Ага, ясно. Так. Дамба сдержит воду. Но уровень воды высокий. Поэтому необходимо увеличить уровень земли. Хорошо. Ну, короче, накидать земли, наверное, надо. Так, ну вот, соответственно, увеличить... Увеличить уровень поверхности земли. Так, нам необходимы какие-то бочки 10,7 секунд. Поднять уровень земли, короче говоря, так скажем. Так. Так, теперь наш город защищен от дальнейшего замывания, наводнений. И наступило время перестраивать жилища наших людей. Оставшиеся жилища наших людей. Хорошо, давайте строить жилища. То есть, соответственно, я, видимо, здесь выбираем эти башни. Ну вот, хаузы, дома. Выбираем дома. Нам необходимо 50 металла, 70, 40 древесины и 70. Отлично. Ну, соответственно, идет обучение. Мы все строим, восстанавливаем. Всякие мудаки рушили. А мы теперь снова с топором в зубах мечемся. Все делаем. Так. Жилища обеспечат нас работягами, которые будут задействованы на различных работах внутри нашего города. Ага. Единожды на знаке Сайнда. Единожды нанятые, они, короче, будут пахать. Ну, пусть пашут. Жалко, что ли. Так. Необходимо время, чтобы работяга, короче, здесь поселился. Поэтому давайте используем некоторые ресурсы, чтобы ускорить SpeedFenix Alone. Собранные работяги добавляются в трудовые бригады города. Это запись Record of Witch. Запись, о которой содержится в замке. Castle. Так, замок. Добираем замок. Ммм, замок. Так. Castle's Info panel show how many unsigned workers there are in our town. Так. В информационной панели замка показывается, как много незанятых работяг находится в нашем городе. Соответственно, в левой части экрана иконка 10 мужиков каких-то в синих плащах. 16 работяг. 3 из 18. Так. Ты можешь посмотреть детальную информацию, увеличив информационную панель. Ну вот, соответственно, да. Замок это сердце города. Он содержит записи, количество работников, которые имеются в наличии. Стены 2 из 50, ранг нулевой. Так. Одно. Castle, конечно, 26 из 50 работяг. Так. Terrain height. Уровень земли над водой, видимо, очень высокий. Так. Чё он тут базарит? Наш советник, видимо. Так. Здесь мы также можем увидеть дополнительную информацию о замке. Such as how many walls have been constructed. Сколько было построено стен. Сколько... Сколько замков объединено. И как много работяг доступен для наема на работу. Так. Минимизировал. Так. The blacksmith requires a full work force before it can start burning silver. Так. Кузня. Короче, в кузне необходима полная рабочая бригада перед тем, как она начнет зарабатывать, добывать серебро. Имея 5 крафтмен-ремесленников, это обеспечит бонус, который увеличит скорость... Увеличит скорость производства серебра. Давайте наимем ремесленников. Давайте наимем ремесленников. Давайте наимем ремесленников. Соответственно, у нас кузня. Так. Добавить 10 крафтменов. Добавили. Отлично. Так. Кузнечное депо. Кузне, короче, пашет на всю катушку. Так. Начав изучать город, короче, город мы посмотрели, что как мутится, строится. Теперь посмотрим другие владения государства. Ну, давай. Так, соответственно, дровосеки могут валить лес, чтобы добывать древесину. Количество древесины зависит от типа добываемой. Древесины зависит от типа дерева. Так, давай начнем валить ок-3 дубы. Дуб? Да, игру, слово. Они растут медленнее, чем пайн-трис. Но обеспечивают больше древесины. Пайн-трис, не помню, что это. Надо залезть в словарь, поглядеть. Так, выбираем... 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 Дровосеки. Долбайте. Ну, игра не очень такая новая. Довольно-таки давно она уже вышла. Но я только сейчас на нее нарвался. Увидел ее. Вообще, я фанат серии игр ТОТОВО. Но на эту игру случайно напоролся. Извините за выражение. Решил установить и посмотреть, что здесь да как. Я больше, конечно, приверженец игр ТОТОВО на компьютере, на PC. PC-версии. Но тут тоже ничего. Оформление такое интересненькое. Да, интерфейс нормальный. Управление такое. Довольно-таки. Все понятно. Только интересно, почему не на русском нету. Ну, ладно. Разберемся. Ну, 50 древесины. А, я тупанул, короче. Они добыли 50 древесины. Я сижу и туплю. Ну, ладно. Так. Давайте валить Pine Trees. Ну, давай. Уже завалил, да? Так. Чем, короче, по несколько собирать бревна? Давай массово. Подождем массово собираем ресурсы. Интересный. Так. Select. Выбери и держи. Ага. Так. Массовый сбор. Так, короче. Оптовый сбор может использоваться только на дровосеках, ферме и дворцах, на замке. Так. Дальше поехали. Так. Дальше поехали. Так. 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 Мы можем, короче, реку Ристо. Видимо. Ристо. Русло, короче, поменять. с уменьшением уровня земли. Так. 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 Вот. Великолепно. 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 Видимо, какой-то это склад, на котором можно хранить камни, серебро, уголь и золото. Выбираем квори. Проспект. Ага. Ну это, наверное, геологи, ёпте. Собираем. Проспекты седали птогарм, который позволяет нам увидеть птогарм, который будет позволяет нам птогарм, в обörденном депозит. Они поверили птогарм, который дает возможность найти птогарм. Великолепно. Короче, наши исследователи восстановили эту хрена тень, которая позволит землю пробурить, и искать залежи дальнейшее дело все не знаю что такое короче есть огромный шанс найти ничего что такие залежи чего-нибудь полезных ископаемых ну нажимайся твою на лево выбираем копаем дик короче хрена копать бурить короче нашли залежи камни ну кто его знает что дальше будет в следующий раз так курсис короче бандиты устроили лагерь на территории нашего королевства мы должны им показать кузьки на мать как это делать сейчас нам покажет мы должны начать набор солдат короче чтобы пошли надавать нужно солдат нанять выбираем территорию и делаем бараки так берем солдатах но не весь не давай швортсмэн швортсмэн короче мечники мы должны нанять мы должны нанять спорсмэнов чтобы соединить слот нашей армии настройка так это у нас армии настройка ну дальше что ну дальше что но перед тем как воевать с бандитами нам необходимо построить церковь которая позволит получить нам священный святой артефакт который позитивно повлияет на наши войска в битве отлично строим церковь так выберем артефакт почему копье интересно в битве так кампьё лангина а ланса фонгина pierced the side of jesus on the cross its influence will move our troops to use take its aim improves the range attack of a unit and prevents friendly fire короче Это копьё Лонгина, которым был заколот на кресту Иисус. Его влияние позволяет нашим отрядам использовать умение «take it in» — это прицел, короче, держать. Так, даёт отличный уровень атаки, юнитов и предотвращает дружественный огонь. Короче, у нас есть артефакт, пошли сражаться. Ну, давай сражаться, чё. Так. Ага. Ага, дальше что? Ага, выбираем, ставим, отлично. Ну, советник, давай. Короче, мы готовы встретиться с бандитами. Так, чтобы добраться до них, нам необходимо отремонтировать дорогу к реке. Но эти руины блокируют нам путь. Угу. Выбираем руины и очищаем. Так. И строим дорогу. Ну, там любишки ходят. Угу, движняк, движняк. Так, дорога есть. так нам необходимо построить мост чтобы пересечь реку мост позволит воде без препятствий дальше течь обратно короче своей дорогой мы строим мост бридж мост так мост построили мы можем сражаться с бандитами теперь мы можем сразиться с бандитами и выкнуть их на с нашей земли так выбираем бандитов и сражение первый бой он трудный самый ну по всей видимости бой это уже завершение обучения сейчас посмотрим как выглядит бой красиво некрасиво эффективно оперативно хочет убить нас или мы хотим убить или мы хотим убить лестни в льдах кодж ов дайв все мы можем убить льдах и мы можем убить льдах для вас научиться как коммать короче видимо я готов и есть дополнительная хорошая возможность потренировать командование В начале сражения тебе необходимо проверить расстановку войсков, проверять, затем сделать настройку, потом необходимо сделать расстановку своего войска. Так, короче, ясно. Лошадки сильнее, чем мечники. Нам необходимо переместить мечников на правый фланг вместо левайца. Видимо, копейщики, которые сильны против кавалерии. Так, короче говоря, грамотная расстановка силы, это пусть население, чтобы там не растерять отряды и так далее. Короче, наступать время на врага. А, ну, соответственно, здесь просто остановка и идёт войск, а затем уже Али Махансель. Как я понимаю, да? Так, когда своим войскам на атаку нужны необходимые фраги, ты увеличиваешь возможность дамага, которой мы будем достичь. Али Махансель. Выбор вливайся. Старт. Дэй Чардж. У нас Солик АО. Затем. Солик АО. Дэй Чардж. Солик АО. Солик. Солик АО. Солик АО. Солик АКО. Солик Солик АО. вот эти охотники очень могут быть опасны, могут быть использованы эффективно так выбираем мародеров которые легко бронированы вот так точность наших охотников используя приказ короче, в нужное время нужно околадовать приказы и как бы возможно победить битву так, наши мечники короче, наши мечники готовы к битве, но впереди них нету врага выбираем мечников и нацениваем их на ощупь а 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 вот побега непонятненько более-менее ясненько вот была это первая битва так что в дальнейшем битвах мы конкретно разберемся в управлении и будет все отлично короче говоря мы победили бандиты свалили оставили какие-то припасы которые мы себе при кармане чтобы отпраздновать поведу я вызвал художника чтобы нарисовать твой портрет влечный красавчик ну давайте от уже и возьмем че звенаем ЛОД ЛЕВЕЛ УП НУЕ ФЕЧУР МИССИН ПУТ YOUR ARMY TO THE TEST BY ACCEPTING МИССИН THE HARDER THE MISSION THE MORE EXPERIENCE YOUR TRUTH YOU'LL GAIN AND THE MORE RESOURCE AND ANHOUR YOU'LL EARN Короче, участвуя в миссиях в подразделе можно увеличивать количество ресурсов и чести зарабатывать отрядом Короче говоря, мы увеличили свой уровень Кордо это дало нам доступ к разделу миссии на этих землях короче, достаточно конфликтов и достаточно много миссий которые можно принять и выполнить и заработать, соответственно, ресурсы и отвагу и честь которые, возможно, где-то будут использованы для развития персонажа короче, апгрейд необходимо делать Мечником меч проапгрейдили Короче, я научил себя всему, что сам мог я пока останусь советником обращал ну все старик старичок и воин в 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 хлебах как с шинницей живых в или из игру в получи победы над бандитами так ну товарищи друзья сегодня мы посмотрели игру мобильную игру total war battles kingdom прошли курс обучения занимались строительством посмотрели уровень сражения как это происходит как они месяца расстановка войск умение какие можно применять во время битвы на сегодня я закончу видео следующих сериях мы ознакомимся с разделом миссии а на сегодня все друзья подписываемся на мой канал пишите комментарии ставьте лайки спасибо за просмотр и до свидания занимались строительством посмотрели уровень сражения как это происходит как они месяца расстановка войск умение киева например менять во время битвы на сегодня я закончу видео следующие сериях мы ознакомимся с разделом миссии а на сегодня все друзья подписываемся на мой канал пишите комментарии ставьте лайки спасибо за просмотр и до свидания